Раз уж начали, давайте продолжать. У нас есть следующая задача. Нам нужно вывести на консоль 100 раз строку BigGeek. Данную задачу будем решать примерно следующим образом. На первой строке выведем строку BigGeek, на второй строке выводим строку BigGeek и так 100 раз. Согласитесь, это скучно, долго и практически невозможно. Так как у нас в программе выполняется одна и та же команда, то мы можем воспользоваться циклом. Циклы служат для многократного повторения некоторого куска программы. Существуют разные типы циклов, но мы сегодня рассмотрим цикл for. Итак, давайте перепишем нашу программу с помощью цикла for и рассмотрим, как она выполняется. Итак, цикл for состоит из ключевого слова for, за которым следуют круглые скобки. Внутри круглых скобок у нас находятся три выражения, которые разделены между собой точками запятой. Давайте рассмотрим, как выполняется цикл. В начале цикла выполняется первое выражение. В данном случае у нас инициализируется переменная i. В нем присваивается значение 0. Переменную i еще называют переменной цикла. Следом выполняется условное выражение. В данном случае i меньше 100. Данное условное выражение выполняется перед каждым заходом в цикл. Заход в цикл означает, мы выполняем те блоки программы, которые находятся внутри фигурных скобок. В данном случае это вывод строки bigEak. Итак, если наше условие истинно, то мы заходим в цикл, выполняем наши команды. В данном случае выводим строку bigEak. А дальше выполняем третье выражение, которое находится в круглых скобках. В данном случае это инкрементация переменной i. То есть, увеличение переменной i на 1. То есть, i станет равным 1. Далее снова выполнится условное выражение. То есть, 1 будет сравниваться со 100. 1 меньше 100? Да. Значит, опять заходим в цикл. Выполняем консоль writeLine.begig. Опять следом у нас выполняется i++. То есть, i станет равным 2. Опять условное выражение. Если истинно выполняем консоль writeLine.begig. Далее опять инкрементирующее выражение. И так далее. Заметим, что последнее значение, при котором мы зайдем в цикл, это будет 99. Так как при i равном 100, наше условие будет ложным. Заход в цикл еще называют итерацией цикла. Для того, чтобы посчитать количество итераций цикла, нам нужно посчитать два значения. Это минимальное значение переменной цикла, при котором мы зайдем в цикл. И максимальное значение переменной цикла, при котором мы зайдем в цикл. В данной задаче у нас минимум равняется 0, а максимум равняется 99. Чтобы найти количество итераций, нам нужно от максимума отнять минимум и прибавить 1. То есть, наш цикл выполняется 100 раз. То есть, данная программа решает нашу задачу. То есть, выводит строку Begig 100 раз. Давайте рассмотрим общий вид цикла for. Так, у нас есть ключевое слово for, за которым идет инициализация. Она выполняется только один раз в самом начале цикла. Далее выполняется условное выражение. Если оно истинно, то мы заходим в цикл и выполняем те блоки программы, которые находятся внутри фигурных скобок. После того, как мы выполнили данные блоки, мы выполняем третье выражение. Следом сразу проверяем условное выражение. Еще раз повторю, условное выражение выполняется перед каждым заходом в цикл. И если оно истинно, только тогда мы заходим в цикл. В противном случае наш цикл прервется. Заметим, что количество итераций цикла зависит от количества целых чисел на отрезке от минимума до максимума. Следовательно, мы можем передвигать наш отрезок относительно числовой прямой либо вправо, либо влево, так как у нас значение, то есть количество целых чисел в данном отрезке не изменится. Давайте перепишем ту же задачу чуть-чуть по-другому. Итак, мы начнем со значения i равное 24. Будем ее увеличивать каждый раз до тех пор, пока она меньше либо равна 123. То есть последнее значение, при котором мы зайдем в цикл, это как раз будет 123. Давайте посчитаем два значения максимум-минимум. То есть минимум будет 24, максимум будет 123. И чтобы посчитать количество итераций, нам нужно от 123 отнять 24. И прибавить 1. Данное выражение равно 100. Значит, данная программа решает нашу задачу. Вводить строку BigGeek 100 раз. Продолжение следует...